Делегация из Хакасии 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 при восстановлении Сайна-Шуршинской ГЭС. Состояние лесных фондов сейчас вызывает опасения специалистов. Расскажите, в чем они и как предложено решать эти проблемы? В частности, и нашими специалистами, я участвовал на этой площадке, экономика и производство, звучала мысль, единая мысль о том, что необходимо поднять авторитет специалистов, занимающихся лесным фондом. Необходимо провести учет, новый учет, обновить кадастр земель, поскольку после ликвидации единой системы пользования, к сожалению, и сокращение освоения земель, то есть лесной, то есть сельхоз, угодий, возникли так называемые санкционированные посадки, которые, пользуясь тем, что они восстутся до кадастров, появляется, это называемый, повод вырубки, понимаете, а учитывать это невозможно, невозможно, поскольку нет единого кадастров. И полномочий, к сожалению, лесников, которые занимаются всеми вопросами, очень малы. Кроме того, шел вопрос, связанный с контролем, состоянием мониторинга лесного хозяйства, к сожалению, ликвидация или значительное уменьшение авиации, которая занимается контролем. Поднялся очень интересный пласт взаимодействия с Роскосмосом. В частности, была предложена очень интересная идея мониторинга непрерывного состояния лесных фондов, водных ресурсов и так далее. Причем в режиме онлайн и свободного доступа специалистам, чтобы можно было контролировать ситуацию и вовремя принимать меры по ликвидации или предпринять меры по спасению ситуации. Ну и в частности, другие вопросы, связанные с лесным пользованием. Кстати, что интересно, в совещании, в конференции на завершающей стадии принимал участие и министр, те, кто занимается лесным фондом, те, кто занимается водными ресурсами, те, кто занимается вопросами природопользования. Уровень был очень высок. Еще одна проблема, это проблема Мазутного озера, который у нас в Хакасе. Будет это у нас как-то решено, иначе это плечи ляжет, решение этой проблемы? Я думаю, что вопросы будут решены, вопрос сложный, понимаете. Дело в том, что проблема общая, подходы бывают разные, понимаете. Можно от проблемы уйти, можно предложить одну идею поверхностную, но проблема очень серьезная, тем более это Мазутное озеро находится вблизи водоемов, понимаете. А последствия очень опасные, тем более находятся вблизи поселения. Эти вопросы были услышаны, и понимание со стороны и местной администрации, которая находится рядышком с этим Мазутным озером, и природнодзора местного отделения, и в частности, и наших специалистов есть. И это было услышано. Я думаю, что подходы хоть и разные есть, но решение будет. Тема уже вышла за пределы администрации, вот местной, да? И понятно, что решить сама администрацию не сможет. Деньги откуда-то придут или нет? Я думаю, что деньги можно будет найти. Может быть, даже будет централизовано. Это, в принципе, не так затратно, просто необходимо оценить объемы, а средства можно будет найти. Ну и вопрос, с которым выступали конкретно вы, это техногенные аварии. Вам эта тема очень близка. Вы принимали непосредственно участие в ликвидации аварий на СШГС в 2009 году. Вообще, о чем этот был доклад ваш? Вот как раз в разделе на площадке экономика и экология вот мне предложили рассказать по этому поводу, напомнить последствия, которые были, кроме этих серьезных разрушений, которые получило производство, было воздействие на природу экологическую. Просто напомню некоторые факты о том, что после аварии, значит, разлив масла, последний на 19 августа, авария случилась 17 октября 2009 года, последний на 19 августа разлив масла достиг 80 километров, значит, и достиг устья Бакана. Масло на пятно было длиной 15 километров. Значит, с последнего 25 августа удалось ликвидировать этот разлив, причем было собрано более 155, 117 тонн разлитого масла из воды, более 155 тонн разлитого масла было откачано с помещений, кроме того, более 430 кубов замасленных, замасленных эмузий, также было откачано, и более 990 кубов шлама. Кроме того, напомнило о затратах, которые понесли, в частности, на ликвидацию последствий, первичной ликвидации последнего августа было потрачено более 192 миллионов, в частности, на решение экологического этой проблемы, то есть разлива масла, более 70 миллионов. Затраты МЧС составили по ликвидации более 83 миллионов. И вот, кроме того, в период восстановительных работ, кроме огромного комплекса проектных, конструкторских, технологических решений, были приняты очень интересные технические решения, которые существенно снижают экологические риски. Причем, это было важно не только для нашей ГЭС. Потому что на Ангаре, который вытекает с озера Байкал, находится еще один объект Русгидро, новая Багучанская ГЭС и три ГЭС, с которой входит другой каскад. Эти решения очень полезны. В частности, хочу напомнить о том, что, используя новое оборудование, удалось снизить объем маслонапольного оборудования. В старом случае, до аварии, было более полутора тысяч тонн. Теперь на новом оборудовании объем маслонапольного оборудования составил чуть более тысячи тонн. Риски значительно снизились. Кроме того, на территории РУ-500, которая находится в полутора километрах ниже ГЭС, где распределяется электроэнергия, после реконструкции удалось, используя новый вид оборудования, КРУ-500 кВ, ячейки АБИБИ, так называемых 19 ячеек, где в комплекте собраны разъединители, заземлители и выключатели, которые находятся наполнены элегазом. И это позволило практически на территории более 44 тысяч квадратных метров полностью отказаться от масла на полном высокооборудовании, находящем под высоким напряжением. Кроме того, интересный момент использовали на поворотах аварии, то, что по два агрегата созданы так называемые гермоотсеки. То есть на нижней основной технологической отметке созданы монолитные, возведены монолитные перегородки, и все 10 агрегатов локализованы в 5 отсеков. В случае опасности аварийной ситуации, пожара, опасность локализуется в одном месте, то есть на уровне не больше двух агрегатов. Кроме того, очень интересный момент использовали. На основных объектах с маслом на полном оборудовании используют новую для СССР систему пенного пожаротушения, то есть пена. А в помещении, где находится релей, на оборудовании используясь, монтируется система газового пожаротушения. Этого до аварии не было. Кроме того, интересная вещь использована. Еще одним опасным объектом, повышенный опасный, является повышающий трансформатор, который находится в пазовке станции. Вот на новых трансформаторах, которые силовые, которые смонтировали, использовали новую систему ССР, так называемую. Главная опасность от трансформатора, работающего под высоким напряжением, это наполняемость газа, выделяется газ при работе. Такая система СССР позволяет при повышении давления сбросить это давление, и тем самым существенно снизить риски взрыва. Тем более, в каждой фазе находится около 40 тонн масла. Кроме того, очень огромный объем работы выполнен по дренажам станции. Долгое время, кроме того, что я сказал, по ликвидации разливов, долгое время не могли понять, периодически происходили выбросы масла. Пришлось выполнить полную ревизию системы дренажа, полную очистку главной дренажной галереи и обнаружить следующие вещи с тем, что повреждения трубопроводов были заменены, и полная очистка. То есть, комплекс этих мероприятий существенно снизил экологические риски, экологические риски, возможные экологические риски. С одной степени повышал надежность эксплуатации обороны, а с другой стороны снизил экологические риски. Я думаю, что это очень полезно и для других станций. В частности, ряд опыт реконструкции своего нашего ГЭС в основании также найдет свою реализацию и на Багучанской ГЭС, одной из ГЭС нашего филиала. Куда пойдут вот эти результаты, вот эти новшества? Они как-то у нас будут записаны, какие-то регламенты новые появятся? Они внедрены, они работают. Понимаете, они есть, они работают. И просто вот этот опыт восстановления и с использованием новых технологий, он найдет свое отражение и на других филиалах. Уже находит на других филиалах компании «Росгидро». Ну и последний вопрос. Вообще, насколько полезным было вот это общение с коллегами из других регионов? Вот в плане экологии? Куда теперь пойдет все это? Я, знаете, главная ситуация то, что вот мне очень понравилось, у нас есть то, что я увидел очень много неравнодушных людей. Понимаете, там были активисты вообще Российского народного фонда и просто специалисты с разных регионов, понимаете. И вот это вот неравнодушие, а неравнодушие к проблемам, в частности, и Байкала, и своим внутренним своим проблемам. Вот те предложения, которые прозвучали по разумному пользованию природными ресурсами, с учетом экологических проблем. И важно то, что эти предложения, которые звучали на площадках, взяты на учет. И я думаю, что в ряде, не в ряде, а по итогам этой конференции найдут свое отражение в технических решениях, в хозяйственных решениях нашего руководства. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Зрителям я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Ильдар Багаудинов, член регионального штаба ОНФ в Хакасии. Спасибо, что были с нами. Обязательно увидимся. Продолжение следует...